Он не требователен. В концертном райдере все должно быть по-простецки. Гримерка с отоплением, чай-кофе и бутерброды с фруктами. Ну и прочие мелочи. Утюг, гладильная доска обязательно, надо вписать, я забыл. И водички попить. Скромный в гастрольном быту Емелин щедр на песни. Под них на бой выходят наши современные богатыри. И не родновер, и не христианин. И родновер, и христианин. А единить это всегда сложнее, чем делить пасту вы. Емелин поет для всех. Его любят и православные, и родноверы, и неверующие. Многие приехали из других регионов и детей с собой прихватили. Ну, так мы же русские. В основные песни я все равно слышу о боге. Так что меня все устраивает. Дворец железнодорожников до этого выдерживал все. И распродажи меха, и съезд свидетелей Яговы. Но перепугавшись, что дворец может не выдержать славянского баса Николая Емелина, подогнали целый грузовик ОМОНа. Дело в том, что Емелин объединил всех. Локоть к локтю ему внимали казаки, десантники, неоязычники и просто люди не чуждые русской культуре. Чтобы темы лучше проникали в душу, кроме звуковой атаки использовались зрительные образы. Благодарив косоворотках и кольчугах, булатная сталь и хороводы прямо на сцене. Поднять зал с насиженных мест у Емелина с братами, как он их называет, получилось аккордами песни «Русь». На удачу разыграли гитару с емелинского плеча. Обладателем богатырского приза стала воспитанница Некрасовской школы-интернат. Пока она нотной грамоте не обучена, но свой репертуар знает наперед. Когда я научусь, я буду рада, чтобы я не давала песни. Концерт Емелина, вопреки ожиданиям ОМОНа, прошел мирно. Из своего спецтранспорта крепкие парни не выходили. Видимо, музыка подействовала на довольно буйных зрителей весьма примеряюще. Продолжение следует...